Увидеть столько музыкантов под одной крышей можно только раз в год. В рок-клубе Варите почти все готово для презентации местного рок-сборника. В гримёрке буквально не протолкнуться. До выхода на сцену осталось несколько минут. Лучших из лучших для местного сборника рок-музыки отбирало жюри. Всего было рассмотрено более полусотни заявок. Однако в сборник попали только 40 песен. Компакт-диск пришлось делать двойным. Это большой сборник, компиляция, которая объединяет большую часть людей. И, безусловно, не может быть незамеченным. Это ради чего мы все и все группы старались. Целый год выпустили двойной диск CD из 40 треков. 11-летний Лёша Кочетков на такой тусовке впервые. До этого концерта юно-саратовец увлекался народным фольклором. Вместе с местными музыкантами Лёша презентовал гимн саратовского рока. Что символично, то, что никогда не делали, по крайней мере, в Саратове, у нас вышел мальчик Лёша Кочетков и исполнил гимн. И его встретили очень тепло, овадцами. То есть мы не хотели через ребёнка достучаться. Это просто классно, что ребёнок поёт рок-гимн Саратова. На выступление каждой группы не более получаса. За это время музыканты стараются удивить публику. А некоторые, записав песню для сборника, задумываются о будущей пластинке. И каждый год, ежегодно, мы на Симе стараемся отдавать треки, делать что-то новое. Представили новый трек, который, надеюсь, попадёт в наш будущий альбом. Который, надеюсь, выйдет в 2012 году. Рок-концерт закончился поздно вечером. За четыре часа на сцене успели отыграть восемь команд. В следующем году организаторы планируют увеличить количество групп, которые будут записывать сборник. Увеличится и тираж пластинки. Роман Базан, Валерий Богословский, Новости, Телеобъектив.